Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители канала Домашняя Часть Марина. На протяжении долгого времени я выхожу в эфир для того, чтобы дать вам видео задания, видео советы по организации своего дома, уборки в своем доме. Дорогие мои женщины, сегодня я хочу продолжить с вами видеобеседы и посоветовать о маленьких таких штучках, которые помогут нам в организации уборки, может быть, в данном случае кухни. Очень много советов я вам уже рассказала и о принадлежностях кухонной. И я очень большое хочу внимание сегодня обратить именно на внутренние шкафчики, на внутреннее состояние. Дорогие мои друзья, конечно, на протяжении многих лет у нас очень-очень много принадлежностей в кухонных шкафчиках. И бывает очень часто выполнить мое задание, когда я выделяю неделю вам на уборку в кухне, и вот всего лишь один день предназначен для того, чтобы все шкафчики освободить от принадлежностей, вытереть полочки и опять все организованно разложить. Для вас действительно это бывает большая проблема. И я сегодня хочу вам посоветовать, как женщина возраста плюс, все-таки, как облегчить мне свою жизнь, и порекомендовать вам использовать на дно полочек, простилать вот такие пленочки. Конечно, вы можете использовать и вот такую красивую лощеную бумагу, но где же ее взять? А взять ее можно со старых календарей. Или вот если у вас есть какой-то компьютерный центр, может остается вот такая бумага. Во-первых, она белая, она создает впечатление благоприятное, и каждый месяц или по мере загрязнения, вы ее можете собрать, выбросить, и ваш шкафчик сохранит свою белоснежность, и он будет практически в таком состоянии, в котором, ну вот вы устанавливали кухню. Это будет очень важно. Более того, вот такие листы белой бумаги, которые, ну вот, буквально они не нужны в домашнем хозяйстве, я бы вам советовала распределить и наверх шкафчиков, даже наверх холодильников, потому что даже если у нас работает вытяжка, угарный газ имеет тенденцию скапливаться вот именно вот там вот по углам. И вот когда вы расположите туда вот такие листы бумаги, буквально в любое время вы собрали, выбросили, и у вас именно территория верха всегда будет очень чиста. Дорогие мои друзья, а если у вас остались старые обои после ремонта, ну может быть они и новые, это вообще прекрасный материал для того, чтобы застелить вот этот верхний ярус. Можно обои использовать обратной белоснежной стороной для того, чтобы и распределить их в шкафчике. Особенно проблема там, где у вас, например, сковородка или кастрюли. Иногда вы вытираете, иногда не вытираете. И, конечно, это всё может прийти в недостойный вид. Ну, я женщина современная, несмотря на свой возраст плюс, я всё-таки опять вас посылаю в строительный магазин в гипермаркете. В любом строительном магазине продаётся вот такая плёнка для упаковки, ну, наверное, каких-то принадлежностей, когда что-то покупают. Дорогие мои, и посылки можно упаковывать. Дорогие мои друзья, здесь достаточно много, наверное, метрах 50, я не знаю. Я даже не знаю, сколько. Но вот этой плёнкой, не побоюсь сказать и утверждать, что он может быть достаточно даже на несколько лет. Потому что, расстелив вот такую прозрачную плёнку, которую буквально не видно, она не будет вам дискофор приносить, вы действительно обезопасите свою кухонную мебель. Это будет очень важно. И при уборке вы просто собрали это всё, выбросили, и вот расстелили новую плёночку, и у вас всегда будет идеально, не будет сыпаться там сахар или крупы какие-то, или чай, или кофе, или какао. И потом вы этой мочалкой не можете отмыть или следы от каких-то чашек. Дорогие мои друзья, такая плёнка очень хорошо используется и в холодильнике. Сейчас холодильники современные. Если у вас решётка, конечно, полочка, это не подойдёт. А если у вас стекло или пластик, простелив, посмотрите, она по ширине подходит полочке, вы в холодильнике всегда будете иметь стерильную чистоту. Вы раз в месяц или по мере необходимости убрали эту плёночку. И вот этот рулон вам даст просто жизнь, поверьте мне. И вы очень быстро вместе со мной займётесь домашним хозяйством и организуете себя. Поэтому всё-таки я призываю вас купить в строительных магазинах вот такая плёночка. Ну, а если у вас нет какой-то возможности, или у вас действительно есть вот такая красивая лощёная бумага, или обои достаточно деликатные, свежие, презентабельные, скажем так. Только вы не выкладывайте вот этой цветной стороной, чтобы было видно. Вы расположите так, чтобы вот белоснежная сторона была к вам в лицо. Поэтому плёночку очень хорошо отрезать обойным ножом. То есть вы по размеру померили, отрезали и закрепили. И она приклеивается очень хорошо. Вот такой небольшой совет, дорогие мои друзья, я сегодня хотела с вами поделиться. Для того, чтобы помочь вам организовать себя и облегчить уборку в вашем и в моём доме. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте класс, если вам мои видео советы интересны. Подписывайтесь на мой канал, и мы не потеряем друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!